МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная, эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании Омск Дизель это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 55-54-71. Смотрите сегодня в программе и местные жители с Ольгой Чернышовой. Корма, буренки и километры труб, как знак судьбы. Директор хозяйства из Большереченского района признан лучшим руководителем года. Кукурузу и ячмень мять и плющить нам не лень. Новую технологию заготовки кормов опробовали в четырех животноводческих хозяйствах Омской области. Во что обошлись бюджеты неокры? Актуальное интервью. В этот день каждый год веселится народ. В Бабеже отпраздновали день рождения двух улиц. Добрые традиции сибирского села. Не каждому живущему на земле удается увековечить свое имя. Семен Шипицын оказался в числе счастливчиков. В 1747 году служивый казак получил от казны сотню десятин землей в бесплатное пользование. Место для будущей деревни выбрал удачное. На высокой гряде среди четырех озер. Вскоре здесь стали селиться ссыльные Сидельниковы, Отрадновы, Канаевы. Долгое время Шипицын оставалось небольшим поселением, где проживало около сотни человек, в том числе и потомки основателя династии Семена. Каждая семья до революции имела небольшой клочок земли и вела свое натуральное хозяйство. Разводили на подворьях лошадей, коров, птицу. В 1928 году началась коллективизация. Правнук основателя деревни Василий Шипицын был первым, кто добровольно вступил в колхоз. История села тесно связана с историей государства. Были годы подъема и спада. Тяжело пережили военное время. Чуть не обанкротились в конце 90-х. А сегодня хозяйство одно из экономически крепких в Большереченском районе. Здесь проживает 1730 человек. Восемь из них носит фамилию своего предка Семена Шипицына. От 12 канала до села, которому в этом году исполняется 270 лет, 205 километров. Номерок вместо клички и загон на ферме, к которому тёлочки начинают привыкать после пастбища в Гущино, где они находились в середине мая. Здесь и кормят посытнее, и заботы больше. Еще бы! Скоро они обретут новый статус, станут пиротелками. А доярки, набирая группу, каждый теперь уже буренки подберут кличку. И появятся ночки, зорьки, белянки. Новорожденные телята будут с ними недолго. Зато малышей до трех месяцев станут поить цельным материнским молоком. Оттого считают здесь. И растут они крепкими, здоровыми. Этот появился на свет всего два часа назад, еще не обсох, а уже старается подняться на ноги. В августе-сентябре животноводы ожидают большое пополнение и увеличение надоев. Хотя и сегодня в Большереченском районе они в неизменных литерах. 12,2 литра молока в день получают здесь от каждой коровы. Почти на 3 литра больше, чем в начале августа прошлого года. Поэтому и к 7 тысячному рубежу приблизятся вплотную. А 8 тысяч слабо надоить? Это реально. На нашей корове 8 тысяч реально, но это будет затратно. Да, нужны будут высокоэнергетические корма. И если посчитать все затраты, то в итоге прибыль окажется меньше, чем сейчас. В минувшем году хозяйство реализовало продукции на 172 миллиона рублей. 142 миллиона из них выручили за молоко. Дойное стадо – основной источник дохода. Но так было не всегда. Я когда пришла сюда работать, это что, был 84-й год, ну я 5 лет работала дояркой, пришла на группу, доярка ушла в декрет, и я стала работать. 100 литров доили за сутки. Вообще, я говорю, даже сейчас вот вспоминаешь, это даже кажется, это страшно. Нет, даже вообще это. А в группе сколько коров было? Так же 50 было. Они как-то все в запуск уходили, все на зиму. И вот вообще ни о чем было, конечно. Выходит, 2 литра в день молока в среднем давала каждая буренка. Меньше, чем сейчас казана под в горе. Не удивительно, что к приходу нового руководителя Михаила Рогожникова, а случилось это в 2000 году, совхоз Кирсановский был банкротом. Страха не было, потому что, ну, у меня уже опыт был большой работы в сельском хозяйстве. Я большую школу прошел. Но почему-то, когда я проехал, мне сказали, что, ну, вот, вроде ты сюда пойдешь. Проехал, посмотрел село, у меня какая-то уверенность была. И она меня не подвела. А уверенность в том, что есть помощники. Нужно в первую очередь наводить порядок. Ставку делать на развитие молочного животноводства. В северной глубинке зерно третьего класса не получишь, а четвертый и пятый класс – это фураж. Молочко, которое выгодно продать, особенно в последние годы. Хозяйство каждый год засевает 5400 гектаров земли. Половина пашни отведена под кормовые культуры. Больше 10 лет потребовалось, чтобы, занимаясь селекцией и улучшением кормовой базы, вырастить высокопродуктивное поголовье. О хозяйстве заговорили. К мнению директора стали прислушиваться. Как и он в свое время со специалистами не стеснялся ездить тем, у кого можно было поучиться. А сегодня они уже сами передают свой опыт. По итогам минувшего года Михаил Рогожников признан лучшим руководителем года. Ему вручили золотой знак. На федеральном уровне за вклад в развитие АПК России директор наградили золотой медалью на недавно прошедшей в областном центре выставке-ярмарке «Агроомск-2017». Я стою там и тут раз объявляют. Я даже ничего не понял. Я потом только на завтра спросил, что это за медаль. И так быстро я там попрощался с замминистра и с губернатором, что они мне вот эту коробочку не успели отдать. Отдали Вильб Татьяне, она за мной шла, мой бригадир. Ей передали коробочку. Ну, я пришел, снял пиджак, все это. И опять раз вызывает меня, я вообще тут опишу. И вообще я, ну, в растерянности глубокой был. И мне вот вручили знак, губернатор вручил знак, золотой знак, лучший руководитель года. Звание почетного работника ПК России в этот день присвоили и бригадиру Дойного гурта Татьяна Вильб, и главному агроному хозяйства Сергею Фонтюхову. Хотя у нас в хозяйстве многие достойны такого звания. Ну, уж почему выбор на меня пал. Заслужили? Наверное, я думаю, что заслужил. Сколько лет вы уже здесь работаете? Ну, я, в принципе, всю жизнь здесь. Немножко после армии годик работал в типографии. Просто так получилось, что я в армии типографии работал, служил и туда пошел. Ну, потом все-таки затянул у меня сельская стихия. Пошел, выучился, 8 лет отдал учебе. Институт, ну, техникум, институт. Ну, и вот теперь работаю. То есть, сколько себя помню, столько я здесь. Сейчас у агронома нет больше заботы, чем заготовить корма. Удобно кормить 3000 животных. Да еще переходящий запас иметь. Это не так просто. Особенно в нынешнем году. В июне была засуха. Первого дождя дождались 8 июля. Потом опять припекало. А к концу месяца дня не проходит, чтобы не было осадков. Сено не дает убирать путем. Каждый день ездим далеко, но ездим. Сидим по полдня. Потом кое-что немножко крутим. Ну, так же и с кормовыми, с сеножом. Очень сырая почва сейчас. Камазы буксуют. И на яме не совсем чисто. Ну, выход другого нет. Работаем. Ну, кормов хоть заготовите вдоволь? Думаю, да. Заготовим. В принципе, у нас много чего насеяно. Кормов нашим хватит. Главное бы качество кормовки, да? Ну, начинали. Качество, конечно, влияет. Погода много дает на качество. Вот сейчас уже, допустим, уже не то. Начинали по-сухому, когда это точно был хороший корм. Сейчас уже два дня под дождем лежит вот этот волок. Уже ясно, что немножко снизится качество. И только кукуруза сегодня радует агронома. После дождей она пошла в рост. За ночь, говорит Сергей, сантиметр на десять вытягивается. Уже и метелку выбрасывают, и завязываются початки. А в начале июля плантации выглядели иначе. Страшно становилось. Она вообще никакая была. И вот буквально за неделю какую-то она пошла в рост. И вот она уже перевешла меня. Силы здесь закладывают с початками. В прошлом году все корма были только первого и второго класса. Остались переходящие запасы. Синаш нынче из смеси четырех культур и чистой люцерны. На зиму припасов по всем расчетам хватит, еще и останется. А вот чем сдобрить ежедневный зимний рацион, уже забота директора. Он на это денег не жалеет, как, впрочем, и на реконструкцию фермы. Все 17 лет Михаил Рогожников что-то строит. И даже перестраивает с учетом новых технологий. Здесь только цемента, наверное, 40-50 тонн положили. А бетона немерено, трубы немерено. Вот мы один раз взяли где-то 6-7 тонн 53-й трубы, 57-й. Сейчас опять привезли 6 тонн, и сегодня опять идет КАМАЗ. Еще заказали дополнительно 7 тонн трубы. Все уху. Ну вот дуги делаем, стойловые рамы делаем, наяльный труба, труба к направляющей, где бетон залитый, где будет нож бульдозера идти. То есть очень много. Изначально это помещение было приспособлено в подродельное отделение. Проект подсмотрели в одном из хозяйств Омского района. Но когда сдали, оказалось, что ошиблись в расчетах, нехватка одного метра в ширину сказалась на работе. Построили новое родильное отделение. А это, чтобы не пустовало, решили отдать под телятник. Вымерили все до сантиметра, чтобы и техника заходила с кормами свободно, и телята имели персональные лежаки с толстой соломенной подстилкой. Нынешним летом в хозяйстве три строительных объекта. Два животноводческих помещения и гараж для хранения комбайнов. А еще прокладка плит на ферме. Весь объем в этом направлении даже планировать страшно. Не почва под ногами, а плавом. Сколько ни завози щебня, бесполезно. Теперь вся надежда на плиты, а они недешевы. И еще одна статья, на которой, по мнению директора, не стоит экономить. Это забота о людях. Их заработная плата. Заработная плата зависит от надоев. Вот в среднем сколько ваши доярочки получают? Ну, в среднем меньше 18 не получают они. А когда растет молоко, тогда 25 и даже и больше есть. Соседи завидуют? О, еще как завидуют. Нам все, наверное, завидуют. И в районе, и свои. Что все работаем. Мы работаем-то мы здесь. В основном кто пришел. Но сейчас, в данный момент, молодежи у нас очень много работает. Таких, как я, это уже мало вообще нет. Идут, потому что работа хорошая, зарплата хорошая. У меня даже бригаде, у меня только, наверное, двоим, что под 50. Остальные все молодые 40, 30, 27. В хозяйстве труится 220 человек. Половина в животноводстве. Хотя, по большому счету, и механизаторов можно отнести к этой категории. Они заготавливают корма для всего поголовья. И зимой сложа руки не сидят, помогают на ферме. Осень. Будет рентабельным молочко. Заслуга всех, в том числе и главного агронома. Какое время года вам больше всего нравится? Осень. Только осень. Когда исчезают все комары, но еще нет зимы. То есть, вот такая болдинская осень. Это самое такое приятное ощущение для меня. И гора, как говорится, с плеч. Зерно в закромах, карманы сеновали. Пора подводить итоги. За 17 лет своей работы на басу директора Михаил Васильевич ни с одним специалистом не расстался. Вместе поднимали хозяйство. Оно, пожалуй, самое проблемное в его трудовой биографии. Но и самое дорогое для сердца. Я не знаю, или карма такая, или что. Где я не работал. Я много же прошел. И мне так попало, что я уходил. И у меня слезы на глазах были, когда я прощался с коллективом. И сейчас я не представлю. Ну, рано или поздно придется прощаться. Я не знаю даже, как. Столько сделано, столько вложено. И люди в основном своем, в большинстве, порядочные и добросованные. Прикипел душой к этой земле к людям, ставшим для него одной большой семьей. Но на покой директора еще рано, считают все. Впереди много планов и идей, которыми так богат Михаил Рогожников, отмеченный золотым знаком лучший руководитель года нашего сибирского региона. Для аграрии в Омской области нынешний год особенный. Засушливый июнь и дождливый июль несли свои существенные коррективы в работу. Заготовку кормов большинство хозяйств еще не завершили. А уборка зерновых уже началась. Скажется ли это на рационе животных? И что нового в технологии закладки кормов? Чей опыт взяли на вооружение? На эти и другие вопросы мы попросили ответить завестителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Тарфук. В этом году особый акцент, конечно, по объему, но самое главное – это качество корма. Потому что сегодня от качества корма зависит и продуктивность животных. В этом году очень много сделано для того, чтобы качество корма было на высоте. Заложены неокры, выделено с областного бюджета ряд сумм. Более 2 миллионов рублей только на неокры по кормозаготовке. Это в основном плющение зерна, плющение зерна серых культур ячменя и плющение зерна кукурузы на зерно. В этом году у нас в регионе посеяно более 1500 гектар кукурузы на зерно. ЗАО Нива Полгородского района уже приступило, заложило в объеме более 500 тонн плющенного ячменя. Значит, законсервировано для того, чтобы сегодня этот корм дошел потом в зимний период до животных. Опыт у нас заимствован, если мы берем Российской Федерации с Ленинградской области. Это уже второй раз мы начинаем. В нашем регионе плющение зерна в 99-2000-х годах начиналось. Но, к сожалению, в то время техническое состояние комбайнов не позволяло убирать серые культуры с высокой влажностью, 28-30%. Эффективность именно плющения зависит от того, что зерно должно быть такой влажности. И вот такая технология очень широко применяется в Ленинградской области. В прошлом году мы посетили большой делегации с нашего региона, Ленинградскую область, где посмотрели и племенную работу животноводства, ну и в том числе, конечно, кормовую составляющую. И в том числе плющение зерна. Поэтому сегодня техническая возможность, полевая линейка дает нам возможности заготавливать эти корма. И мы надеемся, что это будет новый виток развития кормопроизводства. Сегодня четыре хозяйства, которые будут у нас закладывать по этой новой технологии корма. Это знамя Марьяновского района, это Нива Павлоградского района, это соляное Черлакского района и Крутинского района Кирова. Вот эти хозяйства. Очень большой объем кукурузы на зерно сегодня это в соляном Викторе Яковлевича Белевкина. Около 30 сортов посеяны для того, чтобы понять, какой же сорт для нас более приемлемый. Полностью взята вся технология. Вот мы ждем сейчас созревания кукурузы, да, и хозяйство начнет молотеть и закладывать это. В сентябре Аграриев области ждет приятный сюрприз. Компания Автоспецмаш, официальный дилер Петербургского тракторного завода, представит новинку от производителя. Это новая, самая современная модель Кировца. Трактор четвертого класса с двигателем ЯМЗ в 240 лошадиных сил, ЗТ-коробкой передач и гидравликой Бош. Трактору на питерском заводе дали ласковое имя Кирюша. За небольшие габариты, удобную панорамную кабину с информативной панелью, на которой отображены все сведения. От оборотов двигателя до давления в коробке скоростей и прочего. Разработчики считают машину самой современной в Росагролизинге. Ее появление на российском рынке давно ждали сельхозтоваропроизводители. Трактор успешно прошел все испытания. В сентябре Петербургский тракторный завод приступает к серийному выпуску Кирюши. А компания «Автоспецмаш» – одну из первых в России получит возможность предложить уникальную новинку о мечам. «Автоспецмаш» – современная техника для омских полей. Своему возникновению село Бабеш обязано Столыпинской реформе. В 1914 году осваивать сибирские земли приехали крестьяне из Подмосковья и Западной Украины. Братья Шатухины, Суховы, Христовы, Федины – они были первыми, кто стал обустраиваться на новом месте. С названием села долго не мудрили. До них здесь стояла большая юрта бая по имени Папеш. У него останавливались кочевники с отарами овец, чтобы передохнуть и напоить животных. Приезжие Папеш переделали в Бабеш. Это имя уже 103 года носит село одной из красивейших в Щербакульском районе. Здесь до сих пор живут потомки первых переселенцев. Обрабатывают землю, держат на подворьях много скота и птицы. Село славится талантами и фруктовыми садами, ухоженными улицами и традициями, которые сплотили местное многонациональное население. Здесь проживает 867 человек. От областного центра до села Бабеш – 108 километров. В Сири Бабеш каждый год на один праздник больше, чем у остальных россиян. И придумали его сами жители. А помогла глава местной администрации Светлана Богдан. Как только ее избрали, а случилось это в 2006 году, предложила селянам летом отмечать день рождения улицы. Поначалу некоторые идею не поддержали, мол, расходы лишние красить, цветы высаживать, убирать – хлопотно. А года через два сами стали спрашивать, а когда на нашей улице будет праздник? С тех пор и повелось. Гостей привечать, угощать, дворы показывать, да еще в конкурсе участвовать, чья усадьба лучше. Мимо двора Елизаветы Пономарева не пройдешь. Так и манит гроздьями черноплодной рябины, яркими клумбами и рукотворными фонтанами. Хозяйка признается, что с детства любила цветы. Чуть оттает земля, а она уже хлопочет возле своих многолеток. Удобряет, пересаживает. Одним словом, забот и хлопот хватает до поздней осени. Зато аромат стоит такой, за пять дворов почувствуешь. А сегодня ее цветники особенные. Как-никак праздник, день рождения отмечают двум улицам. Они самые маленькие в обеже. На улице Новой 19 дворов, на улице Строителей 9. И у каждой своя история. Строительные назвали в осень, потому что на ней в свое время поселился колхозный прораб. А потому что хозяйство строило здесь дома для своих специалистов. Мол, люди грамотные, между собой поладят, потолкуют после рабочего дня. Может, что-то новенькое и придумают, как организовать производство, чтобы она побольше прибыли в кассу приносила. До перестройки жили не то жили. Но удержать хозяйство на плаву, когда все рушилось, не смогли. Однако не растерялись. У нас, когда хозяйство развалилось, все наши мужики забрали землю в свои руки, забрали технику, землю. Поэтому у нас все на месте осталось. Земля на месте, люди на месте, техника на месте. Вместо хозяйства у нас крестьянское фирмическое хозяйство. Сколько? 18. Есть крупные, которые по 2-3 тысячи земель. Есть мелкие, по 300-500 гектар. Ну, не могу сказать, что они не помогают. Помогают. Поэтому мы здесь дружно живем, не делимся. Это ваше, это наше, село одно. Три года назад отметили столетие селу Вабеж. К юбилею готовились основательно. Даже свой музей открыли. Жители принесли все, что бережно хранили дома, передавая из поколения в поколение. К примеру, свекор Галины Абдулиной привез с фронта Патефон. Подарил сыну, тот внуку. Последний отдал семейную реликвию в музей. Патефон исправен. Крутируй ручку и слушай музыку, которую помнит с детства Франя Башинская. Ее семья оказалась в этих краях не по доброй воле. Отца забрали в 36-м. Следы затерялись за стенках НКВД. Стариков родители и мать с девочкой выслали. В 36-м меня и маму, и ее родители, и еще брата выслали на Казахстан. Выслали и нас выгрузили тут на степ. Ну и мы строили. Мне было 6 лет, но я уже добре помню. Половину народу повмирало. Голод, холод. Предки у Фране поляки, но родного языка она не знает. Четверо детей было у нее. Остался один сын. Теперь с ним и живет. Ровесников осталось мало в селе. С Зоей Мочаловой они теперь старожилы. 93 года исполнилось подружки. В такой день, как сегодня, дома не усидеть. Из соседних улиц собрались на праздник гостей. Из районного центра. И даже из города приехали дети, внуки. Они считают себя бабежцами, потому что здесь их корни. Василий и Людмила Суховы отмечают нынче двойной юбилей. 20 лет назад поженились. И 20 лет назад поселились на этой улице. Хозяйство, огород, все нажили. Все, что есть, все нажили. Понемножку. Чтобы для себя было чуть-чуть. А что есть на подворье? Да все есть. И коровы, и куры. Накрытые столы на улицах, новые строители. Непременный атрибут праздника. И каждый хозяин и хозяйка заранее придумывают, чем угостить соседи. Бывает, что давно дружат домами, и праздничный стол у них общий. Село Бабеш многонациональное. Здесь живут русские, украинцы, поляки, узбеки, татары, немцы, казахи. Приготовить национальное блюдо – дело престижа. Не похвалиться, а вспомнить, как в детстве бабушки угощали их настоящим пловом или клетками по старинным рецептам. Впрочем, кухни национальной, как таковой, побежи давно нет. Блюда позаимствованы друг у друга. Поэтому так аппетитно пробуют на столах все, что приготовлено с любовью, с выдумкой. Каждый двор чем-то отличается от соседнего. То подделками, то яркими клумбами, то рукодельем. Украшают праздник самодеятельной артистой. Все местные, гласистые, заведут песню на душе радостно. Это уже не первый год. Это, можно сказать, замечательная традиция для села. И столы, дворы поражают изобилием. Если вспомнить первые года, и сейчас – это небо и земля. Здорово, все красиво, все очень вкусно, аппетитно. Столько всего напридумано. Все эти милые дамы, независимые эксперты, входят в комиссию, которая определит, чей двор будет лучшим, чей стол богатым и нарядным, а чье угощение самое вкусное. Сделать это непросто, говорят они. И, скорее всего, отметят всех жителей улиц Новой и строителей. Они все заслужили похвалы и подарков. Елена Седова 12 лет назад поселилась в Бабеже, приехала из Казахстана и до сих пор удивляется порядку на улицах и атмосфере, добрососедству и взаимной выручке. Словно это одна семья. Мы приехали из Казахстана, у нас такого никогда не было. А здесь мы каждый год ходим, смотрим и ждем, когда будет следующий праздник на нашей улице. Виктор Гярсконе – местный житель, но здесь его все знают. Он заслуженный врач России, 30 лет возглавлял районную больницу, сейчас на заслуженном отдыхе. Но где бы ни появился, его окружают люди. И в Бабеже он свой человек, на каждый праздник его приглашают. Я никогда не отказываюсь, я приезжаю сюда с удовольствием, потому что я вижу жизнь, я вижу, что деревня живет, она процветает. Если некоторые считают, что деревня как-то уходит, упала, то здесь наоборот. Я вижу здесь процвет. Вы видите, вот звон детских голосов. Это же приятно, у них и рождаемость хорошая, и люди хорошие. И вообще настолько приятно приезжать, потому что они готовятся к этим праздникам. Я вот такого села еще не видел нигде в области. Здесь живут целые династии, а те, кто по воле судьбы уехал, приезжают на свою малую родину. Их портреты тоже здесь, на этом стенде. Вернее, триптихи, где несколько поколений бабежцев, а те, кто обживал эти края до нынешних семей. И будущее села, сегодняшние мальчишки и девчонки, которые перенимают у взрослых традиции, учатся жить в мире добре, на земле с удивительным именем Бабеж. Дом культуры в этот день не смог вместить всех желающих послушать историю улиц именинниц, их жителей, которые старались сделать праздник для своих односельчан. Для каждой семьи нашлось доброе слово. Кто-то в этом году отметил юбилей, у кого-то в семье долгожданное прибавление, а кто-то отправляет своего ребенка в первый класс. Трогательное событие, которое наполняет нашу жизнь светом и остается в памяти надолго. У меня, 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 у меня. Спонсор показа – компания «Омск Дизель». Зерноуборочные комбайны «Тукана» фирмы «Клаас» известны как надежные и высокопроизводительные машины. Тот, кто уже приобрел такую современную технику, только выиграл. Сроки уборки сокращаются, качество зерна повышается, а расход ГСМ вдвое меньше. Теперь сэкономить средства селяне могут и от покупки техники. В этом году компания «Омск Дизель» как официальный дилер фирмы «Клаас» включена в государственную программу 1432, по которой часть расходов аграриям компенсируется. С марта месяца совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации цены утверждены в рублях и скидка для сибирского региона составляет 20%. Теперь любой может зайти на сайт Минсельхоза, открыть соответствующий документ, и там вся стоимость прописана – комплектация и стоимость машины. Техника европейского качества по российским ценам теперь доступна для всех селян. Скидка действует только для сельхозтоваропроизводителей. Это необходимо подтвердить официальным документом. Никакой бумажной волокиты, уверяют сотрудники компании, при оформлении сделки не возникнет. По программе 1432 с 20% скидкой можно приобрести комбайны «Тукана» 300, 400 и 500 серий. Совсем недавно в модельном ряду появилась новинка – комбайн «Тукана» 450L. Комбайн шестиклавичный, мощный. Он уже давно зарекомендовал себя на полях Омской области. Во многих хозяйствах есть, оснащен всем необходимым, и тем не менее его еще улучшили, еще доработали. И теперь он, благодаря изменениям значительные, увеличился бункер, увеличилась производительность выгружного шнека. Гидравлическое подбарабание – это прежде всего защита комбайна, то есть если вдруг какой-то механический предмет попадает, а на гидравлический сброс происходит. Более компьютер, более доступный стал, интерфейс все улучшенный. Ужатка стандартной комплектации шириной 9,3 метра с изменяемым сниженным столом механически. Познакомиться с сельскохозяйственной новинкой можно в компании «Омск Дизель» по адресу улица Семереченская, 98. Здесь же вы получите консультацию специалиста и подробную характеристику машины. По вопросам приобретения техники обращаться по телефону 38 29 29. Спонсор показа – компания «Омск Дизель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова